здарова ребята сегодня все начинается слегка туманно потому что кое-что я уже делаю и вам не показывал купила капот на газельку купил такой довольно таки неплохом состоянии есть немножко рыжиков было вчера я забыл камеру короче его ободрал загрунтовал кислотником и бокситкой и потом вот таким обычным грунтом серому же попутно загрунтовал все вот эти моменты вот тот подкрылок старый еще купил короче на газельку я фару такая то же состояние не сказать что вау но 1000 рублей как бы принципе цена очень очень даже хорошая еще заказать купил бампер бампер не простой но и не золотой вот такой качественной решеткой ну не будучи всего раскивать потому что сейчас налетит на него пыль вот короче изначально я находил капот за две с половиной и фара за две с половиной выходило все в пятак в итоге а еще купил закала кстати вот в итоге купил капот за два рубля закала по 500 рублей за штуку то есть рубль за комплект фара рубль бампер рубль короче так вот такой комплект купил пол газели собрал как бы я считаю очень крупно повезло в общем сейчас я киданул еще один маленький слой грунта то есть где протер уже перекрыл и думаю сейчас я покрашу капот на улице у нас свежо поэтому приходится пока делать какие-то такие моменты в гараже потому что на улице как бы не очень комфортно работать с завтрашнего дня у нас вроде потепления и начнем варить точнее доварить одну сторону и вторую сторону полностью переваривать еще хочу работать до хренища не знаю дни летят что-то нифига не успеваю прям вот реально уже даже себя порой не узнаю обычно два-три дня как бы да у меня все сделано тут что-то прям как-то долго но опять же работа сложная и делаю первый раз я имею ввиду про переварку поэтому потому что там не совсем все удобно в общем ладно меньше слов больше дела полетел кайс капот и итак кружка открашена капот открашен ну еще не растекло еще гренька такая себе вот и опять столкнулся блин с межсезонье как говорится потому что где-то в шланге образуется конденсат и мне тут в пару моментов плюла короче плюнула прям с этого с быстросъема вот короче как с этим бороться опять не знаю блин потому что получается там то меня стоит влагоуловитель получается на конце шланга ничего не стоит ходила то маленький покупатель отставить но опять же если мне плюнулось быстро съема как бы то тоже не поможет подручитает то я обматывать все такими тряпками по ходу дела я не знаю так ну все пусть сегодня на это все сохнет оставляем буду надеяться все будет хорошо завтра уже пригоняю газель и начинаю заниматься дальше переваркой короче не знаю как будет днем я сейчас я иду меня зубки постукивают конечно сегодня пешком жену жене машину оставил чтобы не быть не привязаны типа занимаемся немножко подольше машинкой и конечно такой маршрут вообще мощных предстоит сейчас идем до автобуса и далее еще несколько лет пешком до гаража ничего почти до чапал 40 на пешочком топ хорошая зарядка суда но пока придешь до гаража короче уже устанешь и работать неохота будет осталось короче немножко мимо гаража пройду вот рядышком база и там стоит газель долетел короче до гаража короче мог бы не доехать уезжаю с базы короче у меня бен скончился благо там с горочки а внизу заправка на картика сюда четкой колоночки подъехал остановился вообще повезло случае сейчас доехал до гаража и хочу сразу богат не переоделся прям поменять эту ручку потому что я заколебался вот так ну да вечная проблема газели что двери не открывают приходится поджимать поддавливать чтобы открыть целый геморрой причина всему там короче вот эта железочка которая толкает она то ли изнашивается то ли что я не знаю ну короче начинает херово работать сейчас поменяем два болта открутим скинем ручку и другую поставим надеюсь поможет короче ручка старая не хотела сниматься прям очень тяжело что она выходила отсюда но все же я поменял сейчас смотрите ну какой кайф а просто вообще без напряга шпок как вы на марочке теперь можно теперь одеваться как начинать работать кстати цена вопроса 250 рублей я думаю а вот он стоит очень попутно раскидал еще морду снял крылья это колон под замену то у нас будет в покраске фара на выброс тот новый фару поставил ну что-то плюс-минус похожи то стеклянная это пластиковая но хотя бы они примерно по рисунку похожи хрен с ним что разные по рисунку я имею ввиду что в десяти габарит и поворотник здесь получается ближний дальний поворотник без габарита габарит получается вот здесь радик конечно стоит такой какой-то китайский вообще беспонтовый еще есть грязный тоже помыть еще и подтекает слегка то пока не до радика пока надо сделать по кузовщине все крылья снял что можно было внутренние подкрылки удобнее менять здесь тоже надо будет прихватываться значит нам будет сильно много заморочек ну заодно потом здесь все дело зачистим замовилим чтобы уже не до гнивала до конца с теми порогами короче знаю что делать здесь понятно здесь все ушло потому что сгнившая даже вот уголочек двери до подгнивший и рамка порога как бы вот так четенько сейчас покажу со второй стороны со второй у нас получается дверь сноторчит очень мне это не нравится надо как-то короче выдвигать все равно сюда еще и немножко немножко в бок что ли короче хер поймешь эти вставки это вообще жопа полная они просто никак не подходят тут твоя часть не загрунтовал видит заржавела за несколько дней здесь как бы все пушка что будем 5 разваливать еще сюда будет выталкивать и эти моменты с примен туда и будем не знаю короче как-то короче ваще хер знает это жопа это блин русские запчасти по-другому не сказать ну вот и приехал тот самый друг которому ты не можешь отказать ребята что ты снимаешь снимай меня мои грустные глаза вот так вот она делать свою машину делаю его что поделать друг который ты не можешь сказать короче уже стемнело нихрена я не снимал потому что две газели развивался туда-сюда бегал вот так вот все у меня сейчас загрунтована краску короче полностью двери ободрал херакнул кислотником и бокситкой и обычным грунтом наполнителем короче такие дела получились так короче не могу открыть там ты тоже покрасил такое сегодня молодец ладно полетел машину ставить и домой вы понимаете опять до новый день при дневном свете черча получилось принципе пойдет там сверху вин залепил чтобы налетел у него сейчас получится нам здесь надо будет гермитос в эту щель засунуть в принципе будет нас готова уже машинка продажи все блин пока покраски чай номер еще прикрутил один самая спи фигаил капоту на втором короче шуруповертел не докрутил вот так вам наш номер стоит и ладно уже права не заберу так с дверью короче с этой я не знаю ну что толкнуть она немножко вмята попробовать соответственно немножко подтолкнуть что уровнице здесь ну стандартно порожки сейчас снял уже все здесь тоже все термиты сжували ничего живого блин нас этом с этой стороной наверное буду вот здесь сваливаться не буду я сюда выколачивать отсюда выбивать выдержу вот так вот чик чик и варюсь потому что блин там я реально просто намучился сейчас посмотрим еще 10 у нас пряча живого есть тоже ну такое ни хрена не живое короче так вот вырежусь наверно тот место заведу оба свою эту стенку я не буду приваривать потому что что-то короче метам очень не понравилось как я там сделал зато место не совпадало сейчас получат действия подвалил а из-под низу она будет там что-то еще колхозить потому что вообще и получилось соответственно вся грязь все все будет там вот слово вот за которым лица замечание делают но как тут по-другому скажешь если не вот ладно что начинаем вырезать в общем имея некий опыт демонтаже всей ржавчины расхерачить уже как бы не составляет никакой сложности потому что знаешь где чё крепится в принципе как бы все легко как я и говорил оставил так вот ступеньку здесь также вот я сейчас раскрепаю и приварю ну что может быть не сейчас что получше станет и попроще это будет но не факт чем по той стороне смотрю что почему на кого отступ получился как бы то есть смотришь удейская быда такая щель получилась большая вот а здесь то получается прям заподлицо то есть ответственно вот эта форма она не не повторяет короче изгиба и пластиковую ступеньку я вставил она четко встается нормально то есть получается вот эта часть должна быть прямая один же мучу бортик очень рукожопы конечно по новой технологии ступенька стала прям вообще хорошо порожек я тоже подгоняю в принципе встает неплохо немного еще немножко подредактировать вот как бы здесь все хорошо но открываем дверь такой я видел в ю тубе мужичка такая же херня у него была что вот этот порог он просто тупо ну тупенька выше чем порог должен быть причем низко вы видите хорошо совпадает то есть низ сверху все как должно быть а здесь ни хрена вот в принципе там баб подобная ситуация только то что я все дело распрямил как бы разогнул и но как бы стала ровно за здесь в принципе она сейчас видите все без щелей здесь и здесь получается ну все четенько вот но единственно что по высоте теперь сейчас прихватим что будем эту сторону выгибать как-то загибать я хрен знаю я оборажаюсь и так и сяк пытаешься обмануть систему но у нас система тебя как-то пытается нагнуть ну ладно попробуем чуть исправить вот как бы день заканчивается и вот что сделано но пока не мере больше чем по шанс ступенька вареная порог все все варено зашпаклёвано еще не вышкурина до конца и частично дверь уже ободал в принципе неплохо поработал сегодня и заколебался только не менее когда уже знаешь что к чему приваривать это уже как-то полегче работать но единственное что много гнилых моментов и с ними паришься в целом нормально короче забрал газель опять с парковочки ехать конечно без зеркал такое себе удовольствие никогда не вижу чего пока происходит я еще блин нет ни страховки ни хрена как бы да и естественно кого-нибудь если забодаешь это будет полная жопа ну как бы едешь чисто по ощущениям так в общем чо 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 сегодня надо нам крышу кое-что сделать крышу сделать и может быть даже покрасить потому что погода пока хорошая вот пару дней там будет будет но на улице прям солнышко разыгралась хорошо под заклеил буду грунтовать ободал конечно блин ну не в идеалу на крышу пойдет что заколебался неудобно очень на кодчикастишь ноги все сводит у кого он ближе боишься подвигаться чтобы он не лопал с крыши поминается как никак блин 105 килограмм думаю не должна быть там лет на пять точно хватит потому что мне кажется газель сгниет а может не сгниет ну короче ладно пошел грунтовать так короче не снимаю ни хрена пилоню крышка это уже вторая дверка покрашена стекла тоже покрашены частично но их лезвиям отскоблю ну и здесь соответственно тоже покрашена короче здесь вот херакму потек ну а чо делать там короче была какая-то непонятная кряпинка думаю сейчас я ее залью и херакму потек ну как бы ладно это херня акрил он легко вышкуривается поэтому да и в принципе на лаке я уже научился тоже в принципе легко удаляю все потеки так что это не беда главное надо сейчас все покрасить осталось крыша вот но я на крышу получается в последний момент прямо оставил потому что не знаю краски хватило бы не хватило но сейчас вижу что хватает в принципе двери в два слоя сейчас крыло второй слой бахну и в принципе подсохнет немножко и полезу на крышу красить так что я думаю две банки нам за глаза и так все открашено крыша дверей капот крылья как бы все в гараже зеркала покрасил еще в баночке вот так осталось краски то есть у нас ушло чуть меньше чем две банки это в принципе хорошо лучше пусть останется чем не хватит потому что потом купить ради там 100 грамм еще там сколько 1300 выходит банка ну как бы не сильно приятно тут есть куда где 1300 еще потратить назад надо будет заехать купить фонарь потом купить брызговики купить накладку на зеркало точнее не накладку а кронштейн блин что с этими этими делать вообще не знаю с лакирами сейчас не тихо смотрим мне скажут пошел вон а тихо смотрим по любому надо сделать потому что сейчас на учет не ставят без тихо смотрим ладно будем чуть мудрить все сейчас гоним на стоянку пусть она там досыхает и завтра продолжим итак у нас новый день газетрончик подсох но вот этот потек у нас очень мягкий поэтому пока не трогаем высохнет потом уже можем полирнуть сегодня короче купил всякие ништяки из Мазды перекидал сюда их в общем взял вот такие подкрылочки задние потому что у меня те все переломаны ну как видите решил не городить короче ничего купить новый косарь стоит как бы хрен с ним так брызговики получается к ним сразу взял так что у нас тут фонарик фонарик надеюсь наверное такой же да такого же образца все тот у нас как бы целый этот будет новенький так что еще что еще что еще всякие короче крепушки замок капота эти самые повторители и кронштейн на зеркало это означает что что сегодня мы будем собирать тачку кстати еще локера передний купил чтобы у нас так не гнило как в прошлый раз так что бегу переодеваться и в бой в процессе сборки у нас начинаются проблемы ну как бы кто бы ожидал другого в общем здесь нормально все встает а вот та сторона которая была битая здесь вообще ничего не сходится допустим бампер ставишь на свое крепление естественно фара у нас вот так крыло у нас вообще куда-то вверх но оно и там получается по крепухе вверх идет и как бы здесь чего она как-то вниз осадить ну ладно осадить то можно просто что с фаром надо делать фаром надо тоже как-то вниз у нас получается это сама панель что ли будто как вверх немножко как здесь она здесь вверх почему здесь не хватает она как-то погнута будем ее как-нибудь вытягивать как-то в одной из серий таких еще из первых наверно моих я вытягивал вот об этом столб короче переднюю панель семерки трос конечно был немножко потолще не знаю где у меня сейчас лежит но взял такой тоненький думаю может выдержит попробуем сейчас привяжемся и потихонечку потихонечку подергаем назад посмотрим что выйдет что ли это как и и я фиг знаю было видно не видно короче но немножко мы панелька учету вытянули сюда нас удалось но пока это не ошибка помогло потому что видимо на верхнюю часть тоже тянуть сейчас что по раз короче дернем и дернем дерну вот и короче будут наверх при перематываться как-то итак методом этих манипуляций сверху даже в принципе не тяну фара у нас встала в допусках зазора как у газели короче ничего не идеально но главное стоит сейчас попробуем накинуть бампер посмотрим что получится так плюс минус встал здесь как бы чуть-чуть фары немножко надо будет чтобы поиграть вверх-вниз так в принципе встает но он никогда у газель идеально не стоит поэтому поэтому как бы это нормально надо будет когда вы их не снять потому что текосно для меня с ними изобрели то есть ладно с мордой все понятно переходим сейчас на пластиковые подпылочки попробуем их поставить и надо будет плотно закрепить итак время 5 часов вечера что мы сделали за сегодня по факту ни хрена короче нижний пластик поставил более-менее в ровно встал накинул бампер пару выровнял отдел капот капот короче встает как бы вот так видите причина тому здесь причем видите все ровно все все пушечное как бы ну здесь немножко зазорчик есть вот причина короче я думаю это то что капот был мятый предыдущий и петли ушли что сейчас немножко подгибали получше чуть стало но все равно короче пока хрен с ним пока не до него пока без него работа еще есть капот мы всегда успеем подровнять даже в холодное время нам сейчас главное собрать почистить все остальное вот скажите почему так мало сделал да потому что снова приезжал мой друг которого опять не смог отказать вот ему дачку там промывили подварили у кабина там немножко отвалилась короче такие дела блин заколебался капец на болит а еще дать что сделал что получается поворотнички сейчас со мной мигают и задние передние все все мигает и зеркала кстати 5 вот-вот и зеркала поставил здесь еще пластик по низу не поставил но это уже завтра погнал на стоянку пока там ворота закрыли да и домой собраться вот неудобно одной машине как бы что уже не привязан постоянно приходится пораньше заканчивать так бы часов до 8 до 9 поработал бы спокойно бы поехал в общем я фиг знаю сколько времени прошло недели две-три не знаю сколько прошло короче когда поснялся я снимал в общем снимать не было желания абсолютно никакого но думаю надо уж раз столько времени записывал думаю надо уже до конца доснять этот видос в общем газель у нас закончена стоит на учете и сейчас покажу какая она получилась ни хрена особенного как бы газель как газель поменял ей шпильки потому что все шпильки были сорваны колеса вообще не затягивались поставил бсг веке с подкрылками также локеры спереди зашил нижние эти гнилые все части ну и в целом хрен знает кстати номера номера кто помнит откуда они вспоминайте кто не помнит ну в целом все газель закончена как бы принципе готова к работе удлинять пока я ее не буду потому что потому что никто не знает что будет завтра поэтому пока поездим так посмотрим что будет но на этом с вами прощаюсь ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока